Всем привет, с вами SkipMusic и сегодня мы вам расскажем про фирму Time. Бренд был основан в 1978 году в Китае и сразу же на очень крутых производственных мощностях. Что это значит? Мы прекрасно понимаем, что любое фабричное производство, оно может быть либо качественным, либо некачественным, исходя из того, какими агрегатами, аппаратами и другими страшными словами делаются разные детали в том или ином инструменте, автомобиле, компьютерах, да где угодно. Чем лучше инструмент, которым ты что-то производишь, тем производимая тобой вещь будет лучше. Это логично. И собственно, если раньше можно было сказать, что Китай это плохо, но это было плохо, потому что российские бизнесмены, они делали заказ в Китай, делайте нам подешевле. И естественно китайцы радостно соглашались сделать подешевле, отправляли все в Россию. Российский пользователь брал что-то, будь то телефон, гитара, магнитофон и думал, китайцы делают плохо. Дешево и плохо. И даже не задумался то, что они могут сделать лучше. Ведь сейчас 90 процентов, наверное, всего, что производится в мире, производится в Китае. И айфоны, и очень много других гитар, и автомобили. И это все работает, и это все ездит. И собственно, у китайцев тоже может быть дорого. И опять же, мы об этом сейчас поговорим, потому что, говоря о китайских гитарах, мы обычно представляем что-то за 5 тысяч рублей. Но у данного бренда самый дешевый вариант на сейчас, на сегодняшний день, это от 40 тысяч рублей и выше. Просто за гитару. И возвращаясь опять же к истории бренда, у фирмы Тайма были инструменты, которые были сделаны из там ДСП, да, ну собственно из фанерки. Но современное производство, оно полностью исключает данный материал, и все гитары Тайма делаются из массива. На сегодняшний день завод по производству фирм Тайма занимается не только производством своего бренда, но и вы будете шокированы, я ни в коем случае вам не расскажу ничего более подробно, но представьте современные бренды гитар, которые вот популярны, да, просто задумайтесь, они делаются на заводе Тайма. Не буду говорить какие, ни за какие коврижки, как говорится. И собственно, да, на данном заводе делаются очень клевые инструменты из массива. На них ставятся хорошие струны, на них ставится хорошая фурнитура. Невероятно крутой контроль качества, и на самом деле, когда мы берем гитару Тайма в руки, давайте вот просто возьмем самый дешевый вариант, который есть. Во-первых, он сразу поставляется в чехле, это хороший чехол, у него очень плотная ручка, у него очень плотные лямки, левая-правая, то есть они не оторвутся. Ну, как бы, я люблю все мерить цифрами, ценами, да, и могу смело сказать, что данный чехол тысяча две с половиной, это будет в современном мире стоить. Есть, естественно, кармашек, и он довольно-таки глубокий. И смотрите, я сейчас вот так вот достаю, а у нас здесь пакетик, и в этом пакетике, сразу скажу, гитары только что пришли, и какие-то мы успели залезть, какие-то нет, вот в данные еще не залезали. У нас идет длинный анкерный ключ, да, вот он в пакетике у нас идет, если отсвечивает, ну и бог с ним. Тряпочка для протирки гитары, полирольки, и ремень, ремень для гитары, то есть покупая самую дешевую, ну, на данный момент, гитару от компании Тайма, вы получаете помимо крутого инструмента, ну, естественно, ключ, естественно, тряпочку, естественно, чехол, чехол очень клевый, и ремешочек. И все это вот в таком приятном пакетике с надписями на китайском дружелюбном нам языке. Вот так чехольчик выглядит изнутри, там есть крепеж под гриф, то есть она у вас болтаться не будет, и прошу заметить, что есть утеплитель, то есть под наши широты это, в принципе, будет все ок. Она не настроенная, вы можете это заметить, поэтому. Вы чувствуете, какая она гулкая и насколько она не застая? Дело в том, что она сделана целиком из красного дерева. Здесь красное дерево вверху, обечайка красное дерево, попа красное дерево, и гриф тоже красное дерево. Колки вакуумные, ну, это, в принципе, классика, и они, я не знаю, как они их сделали, они необычайно легенькие, то есть они держат, но при всем при этом они, они очень плавно ходят, это круто. На грифе сделаны вот такие, как бы, инкрустации, там всякие биндинг, инлей и прочее, ну, то есть мы можем заметить, что это нестандартные вот эти вот кругляшки перламутровые, которые у нас составляются в нашей лады, и это, ну, это привлекает внимание, да. Тут есть разные бирочки, которые нам говорят о том, что вот эта вот моделька непосредственно делал такой-то китаец в таком-то, не знаю, отделе и так далее. Ну, собственно, моделька это HDC350M, написано на бирочке, давайте сверим, и тут, да, HDC350M. Все сделано очень круто, если честно, если честно, я немножечко прифигел с информацией о том, что компания Тайма занимается тем, что модернизирует свое производство постоянно, и вот буквально, ну, некоторое время назад, да, не так давно, они сделали, как бы, Тайма 2.0, такая версия модернизации, где они, собственно, начали делать грифы не вклеенными, а, ну, собственно, там есть специальный вариант крепления грифа, и если его снять, то вы не заметите ни единого клея, вот так, то есть они не наклеены ничем, просто аппарат, на котором, ну, вырезают вот эти грифы, у него там идет погрешность среза 0,1, либо там 0,00, 0, сколько там, 1 миллиметра, и, в принципе, корпус с грифом, они настолько идеально сходятся, что достаточно их просто закрепить, и они будут работать, то есть, ну, это их патент, вот все, они придумали, ну, хотя этим занимаются более топовые модели Тейлора, если я не ошибаюсь, они примерно то же самое проделывают со своими инструментами, и все у них работает, все клево. Второй момент, который хочется сказать про гитары Тайма, почему они выделяются на фоне остальных, это, помните, было модно говорить, что инструмент искусственно состарен, и это только визуально выражалось, то есть, ну, был такой релик, да, где-то там пятно, где-то там краска типа слезла, где-то там, не знаю, колка, куска нету какого-то, то здесь компания Тайма, она подходит к вопросу искусственно состаривания, более с научной точки зрения, и все мы понимаем, что инструмент, чем старше, тем он лучше, то есть, инструмент должен просушиться, тем более, если это краснуха, если мы берем свежий инструмент, вот, с витрины, да, либо со склада, начинаем играть, то он, конечно, звучит, но раскрывается у него звучание, если это массив, лет через пять, через шесть, и вот, в общем, компания Тайма, она искусственно состаривает свою деревяху так, что она сразу в инструменты поступает, как будто бы ей уже прошло пять лет, и, в принципе, ну, о чем это говорит, если деревяха высушилась, то ее не поведет, ну, то есть, в данных гитарах, помимо того, что у них клевый звук, они уже находятся в таком состоянии, когда с ними ничего плохого не случится, они не деформируются, и, естественно, как бы мы только получили, мы будем за этим наблюдать и смотреть, но по факту так и есть, то есть, инструменты, в принципе, они уже просушены все. Третья вещь, о которой необходимо сказать, это, опять же, разработка компании Тайма, пружины идут, как бы, не X-образные, там, не вот поперек и так далее, они идут V-образные, вот, и, как говорят, ну, то есть, вот я прям вижу, вот тут идет, и вот так вот идет, пружины, это деревяшки внутри, вот, корпусу, вот там вот в дырках, они, ну, собственно, делают так, чтобы, там, инструмент под нержанием струн не схлопнулся, вот, ну, можете почитать, или мы расскажем в отдельном ролике. В общем, фирма-производитель заявляет, что вот конкретно, вот это расположение пружин, V-образные, вот, двойной V, оно делает инструменты более объемные, более сочные, вкусные, ну, вот, ну, опять же, вот, вот. Все читаемо, все круто, все объемно, есть ремнинодержатель сзади, ремнинодержатель спереди, удобно, есть вырез под левую руку, то есть, в принципе, инструмент, он не, он очень приятный, он очень клевый, то есть, есть окантовочка, нигде не торчат лады, вот, ну, серьезно, уберите надпись Тайма, скажите мне, что это, там, Тейлор, и я скажу, ну, вероятно, да. Инструмент сделан так, чтобы до него не докопаться, то есть, фирма Тайма, дамы и господа, инструмент выглядит вот так. Следующий инструмент, это тоже Тайма, и моделька V3 Плюме, чтобы это не означало, и в данном случае это у нас уже идет электроакустический инструмент, он идет вот на двух мизинчиковых батарейках, и джек у нее идет в заднем ремне держателя. Елка сверху, краснуха тут, тут, и в грифе краснуха, и здесь у нас палисандр, здесь у нас вот колочки такие открытые, винтажные, опять же. Владелец компании Тайма, он все модели придумывает сам. Ну, мало того, что они все собираются вручную, ну, не им, наверное, его там, коллегами по цеху гитарному, но весь дизайн, весь процесс создания, все идет под его контролем. То есть, нет такого, что придумали что-то и там пошли в тираж, нет, он все продумывает, он говорит, вот такую-то картинку хочу, вот такой, чтобы колки, такие колки, такой вот дизайн и прочее. И даже изначально, если смотреть старые модели, можно залезть в Google и прочие запрещенные вещи, и посмотреть инструменты фирмы Тайма, они делались с такой, ну, головой, как, ну, как палочки от Eskimo. И дело в том, что владелец компании очень сильно любил отечественное Eskimo, и поэтому вот он отдавал Дайма и делал голые грифы, похожие на палочки от Eskimo. Опять же, про контроль качества и вот эти вот все моменты с клеем, не клеем, и, ну, вот эти технологии, которые они подгоняют, вот эти вот грифы к корпусам. Дело в том, что когда инструмент приезжает к нам в Россию, с другой стороны, вы можете заметить, что из-за, ну, перепадов, там, сухости, влажности, из-за тряски, из-за каких-то, ну, вот внешних воздействий, самая больная часть – это вот этот вот стык между грифом и корпусом, да, и вот здесь вот трещины какие-то, разглачивания, там, отклеивается и так далее. Вот это все сделано для того, вот эти все технологии, чтобы по приезду в Россию у вас не было этих проблем. Поэтому, если вы думаете, какой инструмент себе купить, там, ну, скажем, до 50 тысяч рублей, да, потому что вот данные гитары, которые была до этого и вот эта, они, в принципе, в районе полтоса сейчас на данный момент стоят. И у нас есть ролик, где мы рассказываем про гитары, ну, как выбрать гитару до, там, 20, там, 50, 70 тысяч рублей. Вы можете, когда досмотрите этот обзор, прямо пройти по ссылочкам, они будут внизу в описании, и посмотреть, сравнить вот с этими гитарами, о чем мы говорили буквально, там, ну, несколько недель назад. Этих гитар тогда еще не было, но они бы обязательно попали в этот обзор, потому что, вот смотрите, но, в принципе, на данный момент крутая бюджетная гитара с массивом электроакустическая, за те деньги, о которых мы с вами говорим, это невозможно. Давайте прям пару аккордов я проведу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, в отличие от предыдущей, здесь не так много объема, вот этой рыхловатости, мыльности, потому что, ну, то была краснуха. Здесь все-таки у нас елка, и эта читаемость, она, ну, она слышна. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Звучание очень сбалансированное, то есть, обычно, когда мы берем елку с краснухой, то в большинстве своих случаев все начинает, ну, там, кричать своей верхастостью, либо, там, середнястостью, и ни в коем случае не низастостью. Здесь все сбалансировано, как будто бы на все это дело накинули компрессию, и это все работает, то есть, ну, не знаю, это работающий инструмент, вот прям из чехла, из коробки, давайте, кстати, посмотрим, что в чехле у данного инструмента. Я аккуратно положу его на пол перед собой, но вот так выглядит, опять же, чехольчик для данной гитары. Ну, если я не ошибаюсь, он такой же абсолютно, как у предыдущей, и в комплекте у нас также идет пакетик, где также есть анкерный ключ, где есть салфетос и есть ремешок. Следующая гитара у меня в руках, это тайма D3CCG, чтобы эти слова не значили, это у нас, собственно, махагон, 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 елка, накладка, ну, давайте скажем, что это палисандр, ну, на самом деле, все равно. Окантовочка, гриф также у нас идет, ну, по специальной технологии, когда он не клеится, он просто охренительно четко вырезается, вставляется, крепится, и в итоге проблем с тем, что у нас что-то отклеилось, не будет, потому что гриф идеально ровно входит к корпусу. Колочки здесь очень мягкие, но очень точные, то есть крутить их одно удовольствие, они вакуумные, ничего с ними не будет. Вырез под левую руку, ремнедержатель сзади, ремнедержатель спереди, звучание елки с краснухой. Инструмент потрясающе собран. Если раньше я говорил, что он склеен, он собран, но я его трогаю, и сразу видно, что это что-то клевое. Но при этом стоит не особо дорого. Да, вы можете сравнить с современными брендами и понять, что за массив, сделанный очень ровно, где не торчат лады, ничего не дребезжит. Вот просто из коробки пришел инструмент из Китая напрямую. И ничего нигде не дребезжит. Ну вот, не знаю, я просто кайфую. Не могу подсказать, какие тут конкретно идут струнки, но, скорее всего, 1152 по стандарту. Очень клевый цвет. Вы посмотрите на этого жука майского. Ну, то есть, а здесь, не пойми что, болото. И это все переливается. И, в общем, это просто сок. Это удобно, это круто, это качественно сделано. И, ну, в принципе, по тем средствам, которые многие музыканты могут позволить себе отдать за хороший инструмент. В комплекте к инструменту идет вот такой вот утепленный чехол с креплением под гриф, с очень клевой ручкой, плотной, и, собственно, лямками сзади. И давайте посмотрим, что помимо чехла нам дает компания Тайма с нашим гитаром. По классике у нас пакетик, на котором написано Тайма гитару. Открываем здесь у нас, значит, пикгард. Да, то есть, если вы заметили инструмент, он... Вот он, он без пикгарда, но если вам прямо хочется что-то на него нацепить, то они дают вот такой вот пикгард. Смотреться должно просто бомбически. Шестигранник длинный, удобный, все круто. Далее у нас идет тряпочка для протирки вашей гитарки и ремешок. То есть, за те деньги, которые компания Тайма просит за свои инструменты, вы получаете, помимо крутой гитары, получаете кучу крутых аксессуаров, и вам ничего докупать не нужно. Итак, друзья, у меня в руках трансакустическая гитара от компании Тайма. Она сделана, как мне, собственно, написали в характеристиках, черное дерево-обечайка, черное дерево-задняя стенка, крышка-елка, гриф из красного дерева, накладь-палисандр, ну и также, я так понимаю, из темного палисандра сделан, но у нас сделан сторонодержатель. Колки вакуумные, очень мягенькие, но при всем при этом очень цепкие. Вырез под левую руку, вы посмотрите, форма, она очень компактная, маленькая. Если вы компактный человек, то вам этот инструмент будет как никогда кстати. Ремнедержатель есть сзади, спереди я, к сожалению, не увидел нигде, но, вероятно, вот сюда его цеплять, пожалуйста. Итак, тут у нас есть три кнопочки замечательные, одна из которых является кнопочкой включения. У нас загорается весь наш тембр-блок, и понеслась у нас дилейка. Здесь есть два варианта ревера, это, ну, собственно, ревер-холл. Мы можем покрутить их. У нас есть уровень, как бы, эффекта. К этому инструменту очень сложно докопаться, потому что, опять же, сделана пружина, идут как бы двойной V формы, необычные. Здесь также присутствует вот эта технология установки грифов к корпусу, чтобы ничего нигде там у вас не отлетело. В этом плане компания Тайма взяла просто и перешагнула всех остальных. Порожек тут я вижу костяной, и как верхний, так и нижний. Обратите внимание на окантовку, она очень приятная, и, ну, собственно, сама розеточка тоже выполнена очень приятно. Гриф как будто бы тигровый, ну, то есть в этом инструменте все заставляет себя почувствовать владельцем какого-то дорогого инструмента. Ну, и, в принципе, это на данный момент ценник гитары в два раза дороже, чем самая дешевая модель от компании Тайма. И, естественно, завершить обзор хочется вот этим замечательным инструментом. Тайма TD-12. Это дредноут, во всем своем понимании дредноут. Но у нас из палисандра сделана обечайка, задняя стенка сделана также из палисандра, елка у нас верхняя крышка, красношный гриф, палисандр... А, нет, накладка у нас тут амарант. Ну, вот, на самом деле, не паритесь, это накладка, да. Да, хоть оно из палисандра было сделано, крашеный, некрашеный, женый, неженый, печеный, непеченый, все работает. Очень крутой, мощный такой струнодержатель у нас идет. Винтажные колки открытые, обратите внимание. Ну, вот как будто бы, знаете, вот Мартин старенький взял, вот, по-моему, Д-18, да, или 18D моделька идет. На самом деле, очень сложно что-то говорить про гитары формы дредноут в классическом исполнении, кроме того, что здесь, помимо, ну, вместо махагона используется палисандр, палисандр, это тоже красное дерево, но обычно используется махагон. Ремнедержатель есть сзади, спереди его почему-то не сделали, но, собственно, можно так же либо воткнуть сюда его, либо вязать на голову грифа. Здесь, опять же, идет усиление, вот это вот, ну, это не пятка, пятка здесь, вот головы грифа здесь, чтобы ничего у вас не отломалось. Опять же, технология крепления, изготовления грифов так, что, ну, там настолько, настолько точный срез, что гриф к корпусу вот так вот крепится, и его даже не клеят, насколько я знаю, и инструмент работает. То есть, в данном исполнении у нас дредноут классика. Играет музыка. Он настолько душевный, что очень крутой. И вот я как могу посмотреть, тут у нас сверху на грифе идет, ну, это либо краска, либо еще какой-то слой дерева. Не знаю, вот этого, к сожалению, не написано нигде. Будем узнавать. Окантовочка идет беленькая, клевая, дорогая. Она прям смотрится очень дорого. Естественно, пикгард. И, естественно, всякие вот эти вот логотипы фирменные. Что могу сказать? По ощущениям данная гитара очень сильно похожа на дорогих зарубежных братьев с именитыми именами. Крутые бренды, типа там Мартин, Тейлор, Токамин, Гибсон и так далее. На самом деле, когда я услышал то, что Skif Music заводит себе новый бренд и является эксклюзивом фирмы Тайма, я немножко скептически к этому отнесся, потому что, ну, китайцами удивить сложно. Здесь же, здесь же, это, ну, это серьезно, из всех китайцев, которые у меня в руках были до этого, это лучший бренд китайского производства, потому что сделан на крутых производственных мощностях с очень крутым контролем качества, с фанатом своего дела, генеральным, собственно, директором. И каждый инструмент достоин отдельного внимания. Давайте еще посмотрим, что идет в комплекте к данной гитаре, потому что ко всем гитарам фирмы Тайма идут аксессуары. То есть, это вот такой вот чехол, да, чехол с карманом. И в этом кармане у нас есть сертификат, сертификат определенный. Струны, кстати, стоят, эликсиры. Вот, знаете, посмотрите, сколько сейчас стоят эликсиры и поймете, что все клево. Значит, так, здесь у нас книжки, здесь у нас ремешки, здесь у нас анкерный, вот такой вот ключик, здесь у нас, смотрите, каподастер металлический на пружине, крутой. Здесь у нас другой анкерный ключик и салфеточка, и модная косметичка. Вот, то есть, вы можете своей даме сердца отдать сумку, а это все раскидать по полкам, шкафам, чтобы не мешало. И вот, если кто-то знает, зачем нужна вот эта вот штука, напишите, пожалуйста, в комментарии, потому что я понятия не имею, зачем это, но тут внутри шесть граней. Что на ней крутить, я не знаю. Помогите разобраться. В комментарии напишите, что это такое. Мастера там есть у нас? Друзья, напоминаю вам, что каждый инструмент, который поступает в Skiff Music, проходит проверку мастером, перед тем, как попасть на наши полки. К сожалению, инструменты фирмы Тайма не успели еще к нему попасть, потому что только что к нам приехали. Если вы думаете о том, что страшно заказывать куда-то, не переживайте. У Skiff Music огромная база клиентов за все года, что работает. Отправляем даже на Луну. Смело заходите на сайт, оформляйте заявочку, указывайте адрес, и гитара моментально улетит к вам, приедет очень хорошо упакованный и отстроенный, и вам только наслаждаться. Подписывайся на наш канал, ставь лайк. Свежие видео каждую неделю.